Представители третьего лица у нас поступили пояснения, правовая позиция по делу, протокол неочередного общего собрания собственников помещений с приложениями. Значит, в пояснениях у нас представитель третьего лица указывает, что ранее озвученное судебное заседание правовой позиции добавляет, что за период управления многоквартирным домом обращение от собственника квартиры 5, а залития к ранее 20.08.23 не поступало, с 2018 года обслуживается может сервис многоквартирный дом. В отношении акта, составленного при обследовании повреждений 22.08.23, поясняют, что в акте зафиксированы только те повреждения, которые имели свежий вид и относились к залитию 20.08.23. При составлении акта собственник квартиры 5 поясняла, что ее действительно заливали и ранее, что ремонта она не делала. Полагает, что с учетом интересов собственников стоит договориться мирным путем, поскольку судебные избежки финансово отразятся на обеих сторонах. Собственник квартиры 5 действительно не ремонтировал квартиру после предыдущих залитий. Собственник квартиры 9, по мнению третьего лица, должна компенсировать ущерб, вызванный залитием 20.08.23, но в разумных пределах, соответствующих размерам ущерба. Бездействие лица при компенсации ущерба с предыдущих собственников от предыдущих залитий не должно компенсироваться за счет ответчика, в противном случае это приведет к неосновательному обращению. Просит рассмотреть дело без участия представителя. Так, ну, разрешается вопрос, вы можете начать рассмотрение дела по существу, если у представителей отсутствует ходатайство. Я не, 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 начать. Суд определил начать рассмотрение дела по существу при данной задке. Естественно, у нас обратилась к субцистам, указывает, что ее квартире причинен ущерб. Согласно автозалитии, составленному управляющей компанией, залитие ее квартиры произошло с вышерасположенной квартирой 9. Причина залития не связана с неисправностью общедомового имущества. Представлен отчет об оценке стоимости восстановительного ремонта. На основании данного отчета и положений жилищного кодекса, гражданского кодекса, просят взыскать с ответчиков в пользу исца материальный ущерб в размере 1079 832 рубля. Судебные расходы по оплате экспертного заключения 23 тысячи рублей, 10 тысячи рублей расходы по оплате юридических услуг, расходы по оплате в старшинокрошенной 5998 рублей. Пожалуйста, представитель лица поддерживает дела? Да, поддерживаю в полном объеме. Представитель лица возражает? Да, мы возражаем. Таким же основаниям, которые делали. Так, хорошо. Значит, у нас уже несколько судебных заседаний состоялось. Значит, имеются ли какие-то дополнения, именно дополнения к правовой позиции, а не повтор тех доводов, которые были приведены ранее? У представителей исца, пожалуйста. Единственное, могу прокомментировать тот отзыв, который сейчас поступил. Вот эти оценочные суждения третьего лица, как рассматривать дело, я считаю, что это не относится к предмету. Более того, если мы обратили внимание, осмотр происходил уже спустя определенное время, сколько-то дней, соответственно, там следы могли бы подсохнуть и все остальное, и там, ну, соответственно, все они меры предпринимали. Это первый момент. Второй момент, я так понимаю, они не эксперты, чтобы выбирать вот это пятно, мы зафиксируем, это не зафиксируем. То есть, как я обращал к предыдущему судебному заседанию, ну, условно говоря, как зафиксировали, так зафиксировали. Здесь непрофессионалы, на мой взгляд, ни со стороны управляющей компании, ни со стороны моего доверителя, ну, они в первый раз, не каждый день происходят такие затопы. Сам факт, что эти повреждения есть, они зафиксированы, дана соответствующая оценка по поводу возмещения ущерба, причем там указаны только ремонтные работы, там не указаны именно повреждения мебели и тому подобное. Естественно, мы согласны рассмотреть любое предложение в мировом соглашении, но, к сожалению, нам ничего не поступило. Я так понимаю, что и не поступит, раз до сих пор не поступило. В любом случае, с нашей стороны, согласно 56 статье ГПК, предоставлены соответствующие аргументы, доказательства в подтверждении нашей точки зрения, то есть, соответствующий расчет, оценщик, все, как положено, оформлено. Со стороны ответчика никакого контррасчета не предоставлено. Каких-то объективных возражений, кроме как предположения, догмы не имеются. Поэтому я считаю, что иск подлежит удовлетворению в полном объеме. Все. Хорошо, скажите, пожалуйста, суд вам поручал выяснить, ремонт-то производила потом самостоятельно, естественно? Нет, более того, мы уже скинули даже, по-моему, фотографии, где показали, одна комната отремонтирована, вот эта, я так понимаю, маленькая какая-то, а другая вот в таком состоянии сейчас находится. Потому что нужны достаточно большие средства, чтобы делать ремонт, как бы там даже обои купить, их поклеить, это требуется переклеить всю комнату, как минимум. Хорошо, но судя по вашему отзыву на мнение представителей третьего лица, то есть, правильно суд понимает, что истец не оспаривает, что имели место и ранее залитие? В данном споре мы рассматриваем только то, что касается залития именно того, которое произошло, по-моему, в августе, да? В августе. Естественно, расчет сделан только касательно этого. Я не могу вам сказать, что было там 10 лет тому назад, что было до, после. Это не имеет отношения к сути дела. Мы это сейчас никак не установим. Это установить невозможно. Не подтверждаем то, что как-то какие-то либо действия, там, сколько-то летней давности могли бы повлиять на ту ситуацию, которую мы рассматриваем здесь. Нет, мы как бы не поддерживаем эту точку зрения. Поэтому, если кто-то возражает, предоставьте доказательства своих возражений. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, вопросы есть у представителей ответчика, у представителей УСЦА? Да, у меня, в принципе, те же вопросы, которые были, они как бы... Ну, если вопросы те же самые, вы их уже задавали. Ответы, какие были, они зафиксированы у нас. Хорошо, пожалуйста, представители ответчика, у вас какие-то дополнения? Дополнения, уважаемый суд. Мы наставим на том, что весь ущерб, который был причинен в августе 2022 года, был компенсирован натурой, то есть сделал ремонт. Там, где было залито, значит, по просьбе ответчика Беляева, приступа, сделал ремонт в маленькой комнате в полном объеме. Предоставил денежные средства. Я хочу заметить, что листеца на этот момент не имеет претензий ни по объему, ни по качеству выполненных работ. Тем не менее, через полгода, значит, в марте месяц, она приглашает экспертов в квартиру, которые делают смету, считает опять те же самые работы, которые были выполнены. Плюс добавляет туда работы, которые по местам в квартире, в частности в коридоре, которые вообще не были указаны в акте залития. То есть здесь мы считаем, что в данном случае юстиция не доказала размер причиненного ущерба. Потому что... Но со стороны ответчика вообще какого-то иного размера не представлено. Ответчик говорит о том, что весь ущерб был компенсирован натурой, то есть в натуральном виде. Был сделан ремонт. И она с этим согласилась. Она ведь признала этот акт, потому что он был в сентябре месяце. Да никто не оставляет, что этого акта не было. Но имеется акт, который не означает, что истец полностью отказался от возмещения ущерба. То есть нет такого документа, который мог бы говорить о том, что истец, что истцу полностью ущерб возмещен. То, что выполнены ремонтные работы в комнате, составлен акт. Какого-то иного документа не составлялось. Вот какие основания при таких обстоятельствах и отсутствия иных каких-то доказательств вы полагаете по возмещению ущерба, ну, без учета даже этой комнаты. Еще раз вам суд говорит, что мы же выясняли с вами этот вопрос и говорили о том, что, пожалуйста, представьте иной размер ущерба. Также суд предлагал вам ходатайствовать о назначении экспертизы. По поводу экспертизы. Я разговаривал с Беляевой и Мариной Магиноновой. Она является многодетной матерью троих несовершеннолетних детей. У нее есть удостоверение о том, что она многодетная мать воспитывает их без отцов. Скажем так. У нее просто нет средств на эту экспертизу. Мне нечем заплатить. Она поэтому не говорит о том, что я не могу ходатайствовать. Мне придется платить, а мне нечем. Понимаете? И второй вопрос. Каким образом сейчас эксперт может разграничить те повреждения, которые были в августе причинены, потом те, которые были ремонтом сделаны уже, и те, которые обнаружены вновь экспертом уже в марте месяце. Как он может отграничиться? Понимаете, сейчас определить это в результате залива произошло или просто от ветхости, да, бои упали. Уже невозможно. Ну скажите, пожалуйста, ведь у нас ответчик-то приходила же, наверное, к истцу, поднималась, видела же она, какие именно повреждения-то причинены. Судя по тому, что у них была какая-то предварительная договоренность, значит, ответчик приходила и видела, какие именно повреждения. А то уже как потом стороны договорились выполнить какие-то работы или каким-то иным образом, это уже второй вопрос. У нас ответчик не оспаривает, что она действительно имелся факт залития и свою длину в залитии. Она также не оспаривает. Ну, кто-то чего оспаривает. Понятно, что залив произошел, да, они поднимались, и они договорились о том, что они в натуральном виде возместят этот ущерб. И что они, в принципе-то, и сделали. Обратите внимание на акт, который, кстати, признается стороной листа о том, чтобы не иметь претензий по одному выполненных работ. По одному выполненных работ. Именно в комнате. И именно тех работ, которые... Она не написала, сделайте мне еще одну комнату, например, да, или там туалет или ванну. Но она же это не написала, она была согласна. И денежное выражение, она получила деньги. Она тоже на эту сумму была согласна. Давайте мы будем говорить о том, что какого-то иного соглашения, где стороны бы договорились об объеме выполняемых работ в счет возмещения ущерба, у нас нет. Мы просим толковать то, что есть, документы. А суд, естественно, будет анализировать представленную вот это такт приемки выполненных работ по ремонту квартиры. Но суд вам и сейчас говорит, если читать дословно, что выполнено, составили настоящий акт о ниже следующем. На дату подписания исполнитель передает заказчику выполненные работы в следующем объеме. Поклейка обоев, покраска полов. Все. Принимает работу, указанную в пункте 1. В связи с чем выполнялись эти работы? Безвозмездно или возмездно. Это тоже суду неизвестно. Это просто вы предоставляете, ну и стерк, в свою очередь, не оспаривать, что какие-то работы производились. Но то, что это являлось договоренностью объема ущерба, у суда таких сведений нет. И таких доказательств вы не представляете. Истец это не признает. Понимаете? Хорошо. Есть вопросы у представителя истца? Вопросов нет. Могу просто обратить внимание по поводу экспертизы, финансового положения. Аналогично ситуации у моего доверителя. Абсолютно. То есть, когда вы говорите, почему экспертиза не назначалась. Ну, естественно, деньги, все стоят деньги. Ну, в данном случае, если у вас такая критическая ситуация, вы можете ходатайство предоставить как представитель соответствующие документы, подтверждающие вот это сложное материальное положение. ГПК не исключает проведение данной экспертизы за счет государства. Это замечание, как ремарка, да? У нас много у кого нет. Заявите ходатайство, чтобы за счет федерального бюджета, там, как-то предоставьте документы, подтверждающие. Документы-то у вас имеются, подтверждающие, что она является матерью твоих детей, что удостоверение, что малоимущими признаны, еще что-то. У меня только удостоверение о многодетности. С собой имеется, да? Нет. Я не стал распечатывать. Так, все у вас по дополнениям. Хорошо, присаживайтесь. Многодетность – это не показатель какой-то ущербности, наоборот, какого-то преимущества. Просто нужно показать источник дохода. Если на самом деле финансовое положение затруднительное, я думаю, это надо рассматривать, а не семейное положение, статус какой-то социальный. Нет, это важно. Важно в доходах. Так, хорошо. Судом в предыдущем судебном заседании на обсуждение был поставлен вопрос, ну, прежде всего, предложено было ходатайство этого назначения судебной экспертизы. Такого ходатайства у нас от представителя-ответчика не последовало, но суд с учетом положения части 2 статьи 56 БК РП полагает, что рассмотрение дела правильно, объективно и полноценно, без назначения судебной экспертизы все же невозможно. В связи с чем, что на обсуждение сторон выносит вопрос о назначении судебной экспертизы? Пожалуйста, мнение представителей СССР. Уважаемый суд, я считаю, что если стороны не предоставляют доказательства, либо не заявляют об истребовании доказательств, либо иным образом содействовать в сборе доказательств, одним из таких доказательств является экспертиза. Никак не проявляет инициативу, суд не имеет права за стороны подменять вот это право, скажем так. У нас состязательность процессов. Суд сделал все со своей стороны, он и предложил, ему даже сейчас разъяснили, как это можно сделать. Если на самом деле сложное финансовое положение, просто предоставить документы. Я считаю, что в данном случае суд, если он вынесет решение о назначении экспертизы, он выйдет за рамки состязательности, равноправия сторон. У ответчика деньги нашлись достаточно, на мой взгляд, дорогого адвоката. Я знаю этого адвоката давно, отношусь к его деятельности с большим уважением. Я считаю, что он профессионал, даже потому как он здесь защищает позицию. Ну, я понимаю, что безысходная позиция, почему? Потому что сам факт признан о том, что было затопление по вине именно ответчика. Но оспаривать именно экспертизу, мы здесь никто не специалист, даже уважаемый адвокат, он не специалист давать оценку. Но у него есть процессуальный инструмент заявить ходатайство. Мы уже все сделали, но вы понимаете, он все равно отказывается от этого. Он не хочет заявлять. Поэтому я прошу суд все-таки не брать на себя инициативу, не нарушать принцип равноправия, состязательности. Ну, может быть, лишний раз еще раз разъяснить, что есть такое право у стороны заявить, заходатайствовать. В том числе об отсрочке оплаты экспертизы. Разные способы есть, вплоть до того, чтобы полностью его освободить. Но вот мое мнение такое. Причем сама экспертиза, она может только показать стоимость конкретных работ на данный момент. Понятно, что эта экспертиза, скорее всего, будет дороже на большую сумму. Время идет, у нас цены не дешевеют. Экспертиза не может показать, когда это было. То есть, это совсем разные экспертизы. То есть, если мы хотим установить, когда было завитие, когда было повреждение, то надо другую экспертизу заявлять. Это разные экспертизы. Оценочная экспертиза, экспертиза срока давности того или иного повреждения. Я считаю, что в данном случае нет оснований для назначения экспертизы. Более того, вы понимаете, мы же неоднократно говорим в судебном заседании. Да мы готовы на мировое соглашение. Может быть, вы сейчас предоставите расчет в какой-то части, скажете, мы признаем вот на эту сумму наш расчет. Да мы скажем, да ради бога, все, точку на этом ставим, расходимся, да и все. Так расчета нет никакого. Вы предоставляли возможность урегулировать спор мирным путем, даже без предоставления каких-либо расчетов. Стороны имели возможность договориться. Да, но, к сожалению, ничего не происходит. Вы понимаете, с нашей стороны шаг сделан, мы обратились в суд. Следующий шаг должен быть с другой стороны. Мы не должны сейчас бегать и просить, так сказать, договоритесь с нами. Мы свою, скажем так, цену указали. Укажите другую цену, ну как на рынке. Ну не на рынке мы... Ну я условно, образно говорю, что, кажется, сторона должна торговаться, говорить, вот мое предложение. Торговаться вы будете на рынке, Владимир Владимирович. А мы сейчас сидим в судебном заседании. То, что вы между собой можете торговаться где-то за пределами судебного заседания, это второй вопрос, понимаете. Торгуйтесь, пожалуйста, при заключении мирового соглашения, да. Это ваше право. Сейчас у нас речь идет о том, что у нас ответчик оспаривает конкретно, стоимость ущерба и говорит о том, что не все повреждения, которые были зафиксированы, они относятся именно к данному залитию. Вот именно это оспаривается. Ну это голословные возражения, которые ничем не доказываются, согласно 56-й статистическому прорицейсуальному кодексу. Поэтому я считаю, что в данном случае заявить-то оно можно, но доказывать это надо как-то. Хорошо, присаживайтесь. Так, Микай Васильевич, ну, есть зерно, справедливых каких-то суждений в словах представителей СССР. Есть, да. Мы считаем, уважаемый суд, что СССР сам может назначить экспертизу по собственному институту. Мы не будем дорожать. Предоставим вопрос. Вы говорите о том, что ходатайствовать у вас ответчик не может в связи с тяжелым материальным положением, но вы считаете, что нужна в данном случае экспертиза судеб? Да, мы считаем, что мы не будем возражать. Вы не будете возражать. Мы предоставим вопросы. Можно, Лев? Да, пожалуйста. В данном случае мы не будем возражать. Все равно идет уклончивость от того, что, как бы, я рассматриваю это как способ просто затянуть. Затянуть рассмотрение дела. Мы прекрасно знаем, экспертиза длится не один день, даже не месяц, скажем так, приостановление будет производства и так далее. Поэтому нет вот этой вот позиции, что вот мы считаем, что экспертиза покажет там то-то, то-то. То есть, просто вот эта пассивная позиция, ну, суд считает, проведите, ну, так не должно быть. Даже сейчас, несмотря на то, что мы все это сказали, все равно вот такая позиция. Ну, нельзя так делать, нельзя. Хорошо, так, суд предлагал все-таки сторонам к настоящему судебному заседанию представить список вопросов и список экспертных учреждений. Со стороны СЦА такой список будет предложен? Вопросы экспертных учреждений. Уважаемый суд, я считаю, нет необходимости, опять же, возвращаясь к крайне сказанному, потому что максимум, какие вопросы могут быть заданы в рамках той экспертизы, аналогичной той, которая проводилась со стороны СЦА, это вопросы только о стоимости, о размере затрат на тот или иной ремонт. Все эксперты считают по одним и тем же правилам. Соответствующие нормативные документы есть, коэффициенты, все это имеется. Понятно, рынок не стоит на месте, цены меняются, там, может быть, и там какие-то коэффициенты меняются, я не специалист в этом деле. Но в данном случае нужно понять вообще, какую экспертизу мы должны проводить, потому что возражения у ответчика именно связаны не с размером ущерба, а именно, что этого ущерба как такового не было. Он оспаривает о том, что вот это пятно, там, десятилетней давности. Но это совсем другая экспертиза. Но это строительно-техническая экспертиза. Ну это какая-то экспертиза, я говорю, я не специалист. Это экспертиза... Она определяет и наличие, и возможные причины залития в конкретный период, и стоимость размера ущерба. Соответственно, объемы, возможные причины залития, стоимость размера ущерба. Ну вот в данном случае я считаю, что прежде чем такую экспертизу проводить, назначать, обсуждать, надо хотя бы какой-то ответ получить предварительный. А вообще это возможно в наших реалиях произвести экспертизу, которая даст такую оценку. Сколько это будет стоить и так далее. Потому что ну как так? Вот сейчас мы назначим, условно говоря, экспертизу, а эксперты нам скажут, на вопрос такой-то ответить невозможно, на такой вопрос ответить невозможно. Ну так вот они все ответят и все. А в чем смысл тогда этой экспертизы? Поэтому мы не будем говорить, а что будет, если... Я предполагаю. Вот именно, предполагаете, да? Поэтому я исхожу из того, что если вдруг есть необходимость данной экспертизе, и ответчик об этом однозначно заявит, все равно желательно выяснить. А вообще техническая возможность, наша наука пришла к тому, что может установить, условно говоря, ну пускай не дату там, а месяц хотя бы, год, когда это было повреждение. Ну потому что некоторые повреждения проявляются в виде желтых пятен через сколько-то времени. Я разговаривал с специалистом, то есть не сразу пятно делается желтым. Сначала оно белое, там через какой-то промежуток времени оно делается желтым. Я как не специалист выражаюсь, возможно, но это так есть. То есть можно зайти и посмотреть, ну мокрое, мокрое, желтых пятен нету. А через неделю, через месяц, на этом месте, где до этого было мокрое пятно, будет... Это и будет в случае назначения экспертизы смотреть и определять эксперт. Вопрос только в том, вообще он может это сделать или нет. Если эксперт не сможет это сделать, он конкретно напишет, смотря как будет задан ему вопрос, какие будут предоставлены материалы, со своей стороны истец готова предоставить квартиру для осмотра? Я думаю, что она готова, но она вот она мне сообщила, я могу даже вот показать, я сейчас куда-то выехал, сейчас посмотрю, она мне просто написала, что... Так, сейчас секундочку. Вот. Владимир, добрый вечер, я сегодня уезжаю, буду в Гурманске в начале декабря. Связи в дороге не будут, я ей пишу окей. Ну вот, ну, как я не знаю, может... Ну, то есть вот она мне оплатила сегодняшний день, как бы, бросила чек об оплате, и, соответственно, она сообщает, что реалист, что окей. Со стороны истца также суд еще говорил о том, что в случае назначения экспертизы вот необходимо будет представить фотоматериалы у юриста автоконсалтинга на электронном носителе. Истец сможет представить такие фотографии? Ну, я думаю, что может раз... А в материале, ну, в экспертизе их нету в распечатанном виде? Они есть в распечатанном виде, но... У нас эксперты, когда выполняют экспертизу, они осматривают фотоматериалы, которые в электронном виде. Ну, у экспертов запросим эти фотографии. Хорошо, спасибо. Присаживайтесь. Так, пожалуйста, у представителя-ответчика какие-то еще дополнения? По вопросам? По вопросам, по списку... Я готов предоставить вопросы, которые... В письменном виде подготовлены? Нет, могу в душно сказать. Что? Могу в душно сейчас положить. У вас в письменном виде подготовлены или нет? Нет. Ну, давайте, какие вопросы и в случае, если будет назначена экспертиза, и какие экспертные учреждения на выбор вы предлагаете? Значит, хотелось бы, чтобы эксперт осмотрел, да, квартиру, юстиции, и ответил на следующие вопросы. Какие повреждения имеются в жилой комнате? 20 квадратных метров на стенах, в частности, обоих. Далее. Какие повреждения имеются в жилой комнате 10,6 квадратных метров на потолке? Ну, это вы перечисляете, наверное, те повреждения, которые зафиксированы в акте осмотра. Да, да, да. Ну, давайте вот так вот, наверное, вот эти все вопросы, их можно объединить в один, потому что от количества вопросов тоже зависит стоимость экспертизы. Ну, конечно, да. Ну, то, наверное, какие повреждения, указанные или отраженные в акте осмотра у Нордсервиса 22 августа 2022 года, имеются в наличии в квартире сцам на момент осмотра? Может быть, таким образом? Да, причинены ли эти повреждения заливом от 20-го года осмотра 2022 года? Ну, и какова стоимость установительного ремонта? Хорошо. Скажите, пожалуйста, какие-то имеются экспертные учреждения, которые, по мнению стороны ИСЦА или стороны ответчика, могли бы выполнять такие экспертизы? Ну, вправе предложить экспертные учреждения? Пожалуйста, представители ИСЦА. Уже, я не знаю такого экспертного учреждения, где бы определяли именно срок давности возникновения того или иного ущерба. Ну, во многие экспертизы мы обращались, там, по-другим делцам, которые оценивают именно размер ущерба. Вот такие, я знаю, сейчас я на скидку не готов сказать, но они есть, и у суда они тоже есть, скажем, но усмотрение суда в этом плане. А то, что касается именно даты возникновения ущерба и таких экспертизных учреждений, я не знаю. Хорошо, пожалуйста, стоит ответчик. Да, я полагал бы, возможно, если такие возможности есть, то либо в бюро судебной экспертизы, на берегу явно, в Муринскую лабораторию судебных экспертиз. Не выполняют они такого рода сейчас экспертизы? Ну, либо в Центр судебных экспертиз. Центр судебных экспертиз – это что? Это Лонин? Да. Лонин не выполняет такого рода экспертизы, нет? Ну, тогда не могу. У нас выполняют такого рода экспертизы Лободенко на Октябрьской Чео Нилсне. Выполняют такого рода экспертизы о Северо-Западной лаборатории судебных экспертиз. Альянс М – это Миролюбов. Ну, БН-эксперт, но вот, то есть несколько есть все-таки экспертов. Ну, у нас есть предназначение, да, посмотрите. Хорошо. Ну, окончательный круг вопросов будет определен судом, исходя из предмета спора. Окончательный все-таки выбор экспертного учреждения в силу положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации также подлежит определению судом. Тем более, что стороны не настаивали, не ходатайствовали ни о назначении судебной экспертизы, ни порочили те экспертные учреждения, которые вот суд сейчас назвал. Какие-то дополнения имеются? Нет, не имеется. Добавить к ранее сказанному, больше ничего не могу, считаю, что проводить по инициативе суда в данном случае без просьбы со стороны ответчика, считаю, это нарушение принципа состязательности. Несмотря на то, что суд должен в совокупности изучить материалы дела, всесторонне, то все равно это в рамках все-таки заявленных требований, заявленных возражений, заявленных ходатайств и тому подобное. Потому что, насколько я помню, 57-я статья именно об этом говорит, что сторона должна ходатайствовать и предоставить уважительность причины, почему она не смогла самостоятельно той или иной доказательств подобыть. В данном случае, я так понимаю, должны быть предоставлены документы, подтверждающие имущественное положение ответчика, которые не позволяют нести время по оплате этой экспертизы. Но ничего этого не сделано, даже не было самого ходатайства заявленных, ничего не было сделано. Поэтому, я считаю, все-таки нельзя рассматривать данный вопрос в рамках того, чтобы назначать экспертизу по инициативе суда. Потому что в данном случае у суда есть такая инициатива, но если об этом никто не просит, все-таки эта инициатива излишна, на мой взгляд. Хорошо, спасибо. Все, нет больше дополнений. Суд остается в совещательной комнате для вынесения определения. А что, так можно было, что ли? КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok